привет зрители я решила что сегодня можно позавтракать этими хлопьями и открою я его этот пакетик прям тебе вот сейчас на камеру это у нас тоже от бианула только серия light хлопья с фруктами тропические готовый завтрак и у меня тут также есть вот этот ваш подарок от соколов но к сожалению у меня нету магазина соколов поэтому я не смогу прийти с пачкой получить подарок но если ты закажешь такие хлопья себе на выберется не попадутся именно в такой пачке то можешь сходить соколов вместе с пачкой и выбрать понравившуюся тебе подвеску мне микроволновке стоит молоко я его уже как бы грела просто чтобы проверить скислится она или нет потому что такое и она уже не совсем супер свежая хоть и стояла на балконе где холодно смотри здесь состав у нас какой хлопья овсяные цельнозерновые хлопья кукурузная кукурузная крупа сахар соль банан сушеный изюм ядра семян подсолнечника ананас сушеный цукат тут целых 300 грамм и кажется что вроде небольшой пакетик всего лишь 300 грамм но она более надолго хватает прошлым пакетиком я даже немножко поделилась со своей тетушкой и у меня еще даже оставалось а вот я малышка согрею и залью меня спрашивали точнее выдавали пожелания насчет цены завтрака так вот косе молоко полторашка 100 рублей участника циколи можно купить от 100 до 130 рублей а вот эти глупые еще специально посмотрела на вайбере кстати артикул оставлю в инфобоксе на все от 100 до 125 рублей вот именно эти 121 рубль у меня в аккаунте показались а мне где-то две трети чашки тут было ну даже может три четверти я сейчас поменяю ракурс камеры и сама пересяду мне как раз кашка немножко намокнет я потому что люблю когда хлопушки размокли прям практически каша так вот я снова тут я уточнила стоимость чисто для себя вот добавила все закладки чтобы вам при случае говорить цикорий сейчас стоит 145 рублей именно вот такой как-то я его видела по акции за 100 рублей это цикорий женшея от бианова это принципе вот все эти вещи что тут завтраки участвуют по большей части от бианова только у бианова также есть вообще-то новопродукт как я прочитала в интернете и новопродукт выпускать бианова а также выпускают all light серию вот тут цикорий сироп цикория которая сейчас использую вместе с этим цикорием сурченым когда пью добавляю просто чтобы было слаще сироп цикория он кстати не сильно приторный ну может и вообще как бы не очень приторный я подружку угощала но не любитель сладкого но ей понравилось так вот сироп цикория у меня 299 рублей тут 230 грамм в пределах 300 рублей короче говоря так что все в принципе довольно ну можно конечно ставьте можно купить какую-нибудь там овсянку насушить самой бананов там еще что-то соединить но если не хочется гемориться просто открыл пакетик рассыпал утром по коже вкусненько то вполне доступные цены я чайник поставила как огреется что хочу сказать и почти заметила что вот гранола которая была в предыдущем завтраке то тоже потом будет она очень сытная и надо совсем чуть-чуть внезапно это тоже пянуло и вот этих кашек я кладу где-то две с половиной три столовых ложки ее тоже ну как бы нормально такая порция получается стандартная и после нее часа четыре есть не хочется хотя мне говорят что это нормально когда после завтрака есть не хочется долго но для меня это достижение ну это еще добавление фруктов только фруктов она не требует ни сахара не варенье он для меня вполне тут достаточно полости она не приторная и вау сладкая но для каши самое то банановый хлопушек еще не размен достаточно но уже кусается на довольно ранний завтрак мне друзья поставили выходные ну поменяли счетчики на воду я позвонила в одну организацию хорошо что я сделала это сейчас поменял в ноябре а не как там написано до 13 января следующего года потому что казалось что у тебя берут заявку и говорят что на этой хотя бы неделе но не факт что на этой то бишь эту пломбу чтобы приехать просто поставить пломбу человеку хотя принципе ну как же ему выгодно в итоге я пришлось мне по старому счетчику написать и данные потому что сегодня у нас день списание этого этих счетчиков с холодной нагрел у меня в 4 куба метра и куба литра сколько ну короче четыре палочки этой воды народа обычно где-то 3 не было бывает даже 2 но иногда бывает и 5 короче говоря они мне сказали так вот я просто уточнить я думал что вот я сейчас позвоню они с 8 работают они в этот день приедут думаю я проснулась 5 что-то сна вообще ни в одном голову не вроде как начинают высыпать а потом лучше я пораньше позвоню может они сегодня приедут окажутся они берут заявку не считают должным якобы у них там ну просто очень завалить работы учитывая что я не знаю как они на самом деле работают потому что те от кого они работают работают только четыре раза в неделю хорошая графика организации ну и я думаю они приедут сделают мне все эти свои клубы а потом из еще после обеда я немножко дремлю но в итоге вышла как вышла не предупредили чтобы звонить сотово то бишь мне придется теперь на каждого спамера отвечать с алё и единственный плюс то они сказали что сначала не позвонят ну звонят за сутки до прихода с этой пломбой договариваются на удобное время на так понимаю это удобное время первую очередь на них они для того кому они идут а вторые это наши они работают 10 я после 10 буду звонить и помню когда у меня товарищ из жилсервиса шабашкой выставил фильтры не те которые отдельным краном на воду идут а просто вот фильтр прям какой-то на трубу и он специально мне снял эту пломбу не знаю зачем еще мне какой-то дезинформации выдал ты его кушал взял за работу больше чем договорились изначально больше чем пресс я им звонил они в этот же день помню приходили пломбу заново ставили не знаю вот если сегодня позвоню они в этот же день придут или также скажут типа мы к вам через месяц то бишь если они пишут на квитанции там такой-то срок такой-то день мы к вам придем проверку как нифига это понимание не идут вы именно в этот день надеюсь они хотя бы до нового года придут эти соды канала не знаю как ваших населенных пунктов а у нас как-то очень все через одно место если допустим что-то случается как у меня было в батареями и пытаться добиться ответственности и правду или еще чего-то своих прав то это вообще нереально лучше будут перекидывать ответственность с одной головой на другую куча квитков однако и танцы ну ладно у нас отдельно вот это теплосервис ну как бы подчиняется жил сервису и когда у меня первые пять с половиной лет как я тут живу первые полтора года вообще была проблема с холодным змеевиком который вообще-то должна была решать проблему то жил сервис они сваливали вину на теплосервис а теплосервис говорили это должны делать жил сервис вот так вот и змеевик в ванной был годами холодным периодически так на пару дней максимум на месяц вот сейчас сентября пока еще работает он становился горячим в ванной зимой был дубак особенно если когда холодно там холодное время года но не зима и без отопления еще вот там летом бывает иногда холодно весной в какой-то момент когда уже отопление отключили даже если отопление есть в ванной был такой дубак что можно было просто простудиться учитывая что у меня вода текла еще с момента как заселения сюда горячая таюсенькой стройкой иногда вообще не текла и в прошлый год ну где-то позапрошлый наверное вот я где-то год мылась а холодной водой просто потому что никогда воду отключали горячую на две недели летом в другие времена года тоже потому что горячие было вообще не дождаться и когда им звонила пыталась но решить эту проблему конечно это еще и камень в огородке кто мне по собственному желанию помогал с ремонтом перед заселением сюда эта проблема была еще тогда и вместо того чтобы решить просто забили думаю если бы эта ситуация была у тех кто делал там будет на уши всех поставили вот эту каждую села прервусь просто немножко удостоверилась что у меня все пишется они как с понедельниковским завтраком было сейчас сюда цикория положу я для себя уже выяснилось что три ложки с довольно много где-то даже дует принципе много и сейчас попробую положить только одну ложку просто он горчит для меня горький он тут с малюсенькой горочкой у меня где-то так и получаются обычно ложки с небольшой горочкой кузе моё молочко вот у нас сегодня чуть-чуть поставил тот не до снег который был несколько дней но к сожалению мы велик уже убрали там можно конечно его достать я к тому что за молоком допустим вырос видеть как у меня мечта была уже после того как мои родственники уехали из выдр там только женщина осталась на кругу ну она живет просто выдрах который козы и у которой беру эту молочку козью но мне одну во первых проблем на во вторых у меня нет ключа от внутренней сарайки я думаю если я снова скажу заикнусь что я хочу доехать до выдр мне скажешь что холодно ключ не дадим не ездим друзья которые жаждали яблок красных халявных в итоге признака жизни не подали и в это воскресенье которое недавно было я никуда не съездила с ними ну они меня подруга зачастила я не против но она раз в неделю приходит с дочкой но дочка вчера выдала знаете вот дети которые непослушные она подтвердила мои мысли она я ведь могу вести себя нормально но я не хочу я веду себя нормально только если рядом находится камера наверно трясется потому что тут одно животное дерет как-то усиленно и к и штатив и пришла сюда сюда положу планшет потому что управляет планшетом и соответственно липучку эту свою так вот ко мне зажила вчера тетя это девочка которая извините ноги на стол заворачивала в тапочках хрен с ним что ну в тапочках да ноги на стол заворачивала за себя как черти что на улице она со мной на вы дома она на ты мать с ней вообще собладать не может но я считаю что то просто про реки воспитание потому что старшая девочка там вполне себе адекватная в этом плане куда же ты все лезешь для сердобольных зрителей которым нормально что кошка на столе и может снести что-то еще это ваши проблемы пожалуйста свои ну можете ладно пишите в камеру то что хотите но сердечки я вам ставить не буду за вашу экспрессию просто с предыдущего монбанга я немножко офигела немного напрягает когда люди свою точку зрения считают главной приходя в чужое место так вот девочка раньше когда подружка приходила занималась на пианино я занималась своими делами мне в этот раз каждую неделю вылетает выходной потому что часа три-четыре надо следить не то чтобы уж совсем следить но мне откровенно говоря не нравится когда ребенок в гости пришел считает что он чувствует что он у себя дома что он может вести себя как черти что вплоть ноги на стол голос и в еду брать все что не приколочено мне просто другое воспитание даже у своей тети у которой одно время было момент что я жила на сессии ну как бы собаку выгуливала меня все равно была некая скованность я не могла лазать там вот куда-то в шкаф там что-то я могу достать чашку я знаю что она лежит но вот куда-то дальше без спросу а мне 39 лет на минуточку я не могу залезть мне надо спросить разрешение это чужой дом чужие порядки а тут ребенок 7 лет ведет себя так будто и 3 и когда пришла моя тетя девочка спряталась одну кухня наделась вообще тишина она еще потом ближайшие последние полчаса после этого была вела себя очень тихо она но она вроде как тихо но потом заходит материя вдруг чувствую запах моих духов а я же духе сложила как бы корзиночку потому что тогда мне физически не получилось записать асмр и они как бы лежат и думаю я их обозрюю потом уберу так они лежат она первым делом прискакала сразу стала лазать я говорю не трогать там ничего у нее матери аллергия на духи какие-то ну на все вот эти ароматы она будет чихать другой стороны ты пришла в чужой дом но веди себя прилично можете мамочки с дитями папа поболить потом не в личные сообщения но если вы хотите папа поболить потому что есть такие зрители которые считают что их дети супер не только зрители считающие что их дети прям супер супер это все нормально что ты приходишь с ребенком чужой дом подруги там не знаю кому еще и если твой ребенок хорошо не по потолку бегает то это нормально лучше пишите свою негодуя в комменты от этого хоть толк вот какой-то если в личку будете писать это отрывает меня от работы так вот она перед ну и мать ей сказала как бы не лазать там не трогай она перечупала видимо все духи мне потом до ночи воняло чем-то ванильными а я мне интересно уже просто встала и не помню какие ну все свои духи по ароматам я бы какие хоть ты врала я бы тебя ругать не буду вообще бесполезно ругать скажи как я уже не помню и вот это лазает везде наваливается своей тушильной пиарина я говорю не надо так делать на клавиатуре не надо наваливаться учитывая что его бедного везли там что-то потеряли она конечно функционирует но нельзя на клавиатуру навалить вас совсем своим весом она поддерживается двумя тоненькими досочками хрен знает сколько этот ребенок 7 лет весит не мне уже хватило я случайно увидела где-то какой-то блок может неделю месяц может назад про это себя вскармливание или как это там тони мне объясняла но я была в шоке что ребенку там полу с четырех месяцев дают яйцо вареное разделано на четвертинки но не кусочками мелкими а именно вот так вот и оставляют не мне сказали что в четырех месяцах зубы у младенцев растут но все же и вот тут наваливается всем весом на пианино говоришь нельзя достает до этого она как бы не брала большие игрушки но и говорили что поиграть с обезьянами вот игрушки а конечно против когда ребенок берет все подряд но игрушки хрен с тобой возьми поиграй спокойно и она лезет в одно место лезет другое место потом можно что-то не найти на своем месте вообще спасибо не забирает и она как-то до какой так докопалась игрушки вру хочешь возьми если так нравится мне не жалко нет не беру это видимо как моя кошка когда и предлагаешь еду в открытую она не жрет а когда отвернешься и на столе что-то стоит она слопает ставить какие-то условия слушать это такая жесть откровенно говоря я уже несколько раз говорила подруги раньше ты ко мне приходила у тебя муж спокойно сидел с этим ребенком и со старшей с младшей ну часто в чем проблема почему ты не можешь оставить это ну как бы хочется пообщаться взрослому взрослым человеком спокойно без вставляния во все дыры ребенка и соответственно как бы какие-то вещи при ней нельзя обсуждать нежелательно а тут и не пообщаться долгом и соответственно не поработать вообще конечно было друзей потом они курят я поняла что когда мы с ними договаривать когда они меня зовут гости мы договариваемся за несколько дней я к ним прихожу они соответственно курильщики оба и мушарина у них и так легкий такой аромат табака то они видать они специально проветривают кухню передам перед моим приходом тут я пришла у них такая горка окурков смог такой стоит и у меня с ночи до четырех часов вечера вчера просто дикий конюктивит был я вышла на улицу специально прогулялась перед ними большую часть шла с закрытыми глазами потому что глаза дико гноились а пришла потом и с ними еще какое-то время они болели в общем принципе и с этого и с этого все выходные почти вылетели но люди как вы смотрите на то что ваши чужие дети но мне кажется люди которые занимаются своими детьми реально так осознанно их дети в гостях себя не ведут как сбежавшая обезьяна из зоопарка просто скажем вопрос такой ваше мнение поделитесь комментом как вы на такое реагируете как вы с этим боретесь я не против чтобы она ну допустим сидела спокойно там в игрушке играла но где взяла туда поставьте сказали что-то не так не трогать и ты не трогаешь ты не открываешь дверцы шкафа чтобы посмотреть счетом потому что ты блин в чужом доме и вот она мне это высказывали на улице что она осознанно себя ведет она понимает что она может вести себя спокойно что ее вот этот ор постоянный беспрекословный мешают людям что от этого может быть элементарная голова заболеть что суваться куда не надо что это нельзя круче она понимаешь что можно делать а что нельзя но ей нравится именно не послушание вести себя как приличный человек она может только если видеть человека какого-то совершенно чужого и вот это оправдание что я тебя знаю поэтому я у тебя дома могу на ушах стоять это извините дикость какая-то это я вот такая белая пушистая с таким ребенком пришли в гости там какой-нибудь более суровый человек вот я и поговорил вот ей попил нет мне платочку на стол мы не делим я надеюсь зритель типа тоже поел артикулы на всю продукцию от beanova и alight на вайберсе оставлю в инфобоксе как обычно вообще там как бы артикул на хлопья один но в карточке 3 ну в карточке 3 короче товара просто откнетесь и сычок вот когда до этого обозревала кушала с другими хлопьями предыдущих двух ну там как у меня три варианта тропические с яблоком и с чем-то у меня еще были уже забыла и с клубника и вот тогда были клубничные точнее были с яблоком а двух других не было потом какой-то момент не было в наличии отчица моего аккаунта на вайберс а в какой-то момент были все три вот сейчас но все три в наличии так что если там по номеру пробиваются но мне наличие просто только на другую карточку и она есть beanova shop там магазин вот оттуда я покупала то именно что beanova там не какие-то перекупщики в рэш там или еще что-то именно но но если вы хотите поддержать канал или допустим вам хотелось бы еще каких-то видео которые давно не было или что-то на обзор мне послать можете прислать мне что-то на обзор до востребования есть в инфобоксе или там допустим озон вайберис точно дойдет более точно чем дай ну нет траты на доставку на озон вайберис сюрпризом можете тоже сделать если хотите уточнить он ближайшую базу выдачи можете написать мне личное сообщение либо еще где-то ну и как бы где-то тут вот облачко поддержали ольгу соответственно и всем пока